Братья и сестры, все вместе скажем слава нашему Богу! Ему хвала, Ему и честь, Ему и слава! Вы хорошо сделали, что пришли сегодня в Дом Божий. Вы знали, готовили сегодня хлебопреломление. Мы будем вспоминать страдания нашего Господа Иисуса Христа. И мы будем сейчас молиться, благодарить нашего Господа за Его великую милость. И как Он спас однажды нас, из этого мира избрал, омыл нас Своею драгоценную кровью. Я прочитаю перед нашою молитвою два места священных писания. И мы помолимся и поблагодарим Его. Кремлянам, 8 глава, 26 стих и ниже. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться. Как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует как благу. Братья и сестры, вы когда-нибудь слышали, и я знаю, вы слышали такое слово, нету места Святому Духу. Вы когда-нибудь задумали, что это значит, нету места? Вот если бы заполнились бы здесь все места, пришли люди и сказали бы, нету места, куда их поставить? Нету места. Ибо это люди говорят, нету места Святого Духу. Что это значит? Что это значит в церкви? Что это значит в твоей личной жизни? Слово Божие говорит, Он дал, Сам Дух Святой ходатайствует за нас. Я хочу сказать нам сегодня одну мысль. Мы пятидесятники, крещенные Духом Святым со знамением говорения языков. Это да и аминь. И сегодня, насколько ты даешь свободу Духу Святому ходатайствовать. Сегодня люди обращаются, чтобы брат помолился, сестра помолился, служители от церков. Но знаешь ли ты, что в тебе, если ты крещенный Духом Святым, никто в этой жизни так за тебя ходатайствовать не будет, как Дух Святой? Вы веритесь Ему? Ни брат, ни служитель не найдет такие даже слова. Есть много может молитва праведника, все это есть, все это правильно. Но если ты дашь свободу Духу Святому, который ходатайствует по воле Божией, Ему только нужны твои уста, открой твои уста. И многие сегодня люди, крещенные, редко молятся. Ну а что, я не понимаю, что он там говорит. И Дух Святой оскорбляется. Они даже не верят в эту молитву. Но Слово Божие говорит, он так за тебя будет молиться и ходатайствовать, как никто другой в этом мире, по воле Божией, за твое состояние. И поэтому дай ему место в твоей жизни молиться и ходатайствовать за тебя. Никто так за тебя, я хочу, чтобы вы этого разумели, никто за тебя так молиться не будет, как Дух Святой в тебе, за тебя, за твою жизнь, за твою семью. И поэтому я читаю другое святое местописание, и мы будем и слушать Слово, и размышлять, и молиться. Ефесянам 4 глава, 29 стих. Никакое гнилое Слово да и не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будет удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас. Господь сегодня утром напоминает нам, ты крещеный Духом Святым, насколько ты его оценил, насколько ты даешь и возгреваешь этот дар в тебе. Не оскорбляйте его. В моей жизни я давно понял, что без Духа Святого ничего не будет. Ни победы над грехом не будет, не будет дарования Святого Духа, не будет водительства. Все и все только содействует драгоценный Дух Святой, без которого мы не можем сделать ничего. Ничего мы без Него не сможем делать. Поэтому Ему слава и честь. Мы возблагодарим нашего Господа. Отец Небесный, мы все сегодня стоим в том присутствии. Как глубоко любоваться, чисто и бесконечно, Отец Небесный, мы все сегодня стоим в том присутствии. От ран Креста, что в грешный мир спасение приносит. Взял весь твой грех на плечи, а я свой голос из толпы Раскли, кричащий слышу, мой грех его там прекратил. Страдание я в том слышу, своею смертью жизнь не дал. Спасение свершилось. Спасение свершилось. Страдание я в том, что в грех его там прекратил. Страдание я в том, что в грех его там прекратил. иисус на нём взял весь твой греть на плечи, а я свой голос из толпы прости, кричащий, слышу. Твой грех его так крепкостит, страдания вздох слышу. Своей смертью жизнь мне дам Спасение свершилось. Мы остаемся в благоввении. Будем слушать пение хвора. Субтитры создавал DimaTorzok 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 We're going to read 50-53 Please follow along Пожалуйста, следите за нами. He will provide me with more than 12 legions of angels. I'd like to stop there. This verse. Or do you think that I cannot pray and my Father will provide me with more than 12 legions of angels? You know, many times in our lives we say these things. If only I could. If I could, I would do this for this person. I would change so many things. If only I could. If only I could. And I know I said it myself so many times to so many people. I know I have said it many times to many people. Whether it's somebody homeless or somebody in our church. If I could, I could, I would do this for you. Without no doubt in my mind. These words that Jesus says to the people that were there at that moment. Do you think I cannot just pray and ask my Father to send me these angels? Do you think I cannot just pray and ask my Father to send me these angels? I believe Jesus could have just said a word. And everybody would have just fell dead. But we see what's going on here. Jesus having the power, having the ability, not just saying it. He could have had this help. He could have said a word and he would have been rescued. But he doesn't. Because he loves you and me. Because he came here for one purpose. And he did it for you and me. Dear brother and sister, I hope you realize the love of Jesus for you and me this morning. These past few days were really cold. And I got to spend a little extra time with my kids. And as I was thinking about this scripture. And I was watching my kids. And they weren't perfectly behaving. I mean they're awesome. And I was just watching them. And this thought started. And I started thinking about. Just thinking about the love of God. And if somebody came and offered me millions or trillions. For one of my children. To take them and they were going to, you know, put them into a nicer home. And just give them a better environment and everything. And I would never do it. And I would never give up one of my kids for that. And I would never give up one of my kids for that. But guys, brothers and sisters. But brothers and sisters. Realize what is going on here. Poymite, что здесь происходит. A father gives up his son. Not for a luxurious life. He sends him to die for you and me. He sends him to die for you and me. And let's realize that this morning. And I know it's impossible. As hard as we can try to understand the love of God. It's very hard. But let's try. And so as we read that Jesus had this opportunity. He could have asked for help. And he would have came. And the help would have came. But he doesn't do it for you and me. Keeping it in your mind. Let's go to Luke chapter 7. Verse 36. Through 50. Let's please, please read this together. Follow along on the screens. Then one of the Pharisees asked him to eat with him. And he went to the Pharisees' house and sat down to eat. And behold, a woman in the city who was a sinner. When she knew that Jesus sat at the table at the Pharisees' house. Brought a misturbed flask of fragrant oil. And stood at his feet behind him weeping. And she began to wash his feet with her tears. And wiped them with her hair on her head. And she kissed his feet. And anointed them with the fragrant oil. Now when the Pharisees who had invited him saw this, he spoke to himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is who is touching him, for she is a sinner. And Jesus answered and said to him, Simon, I have something to say to you. So he said, Teacher, say it. There was a certain creditor who had two debtors. One owed him a hundred denarii and the other fifty. And when they had nothing with which to repay, he fleerly forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him more? Simon answered and said, I suppose the one who he forgave more. And he said to him, You have rightly judged. Then he turned to the woman and said to Simon, Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet. But she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. You gave me no kiss. But this woman has not ceased to kiss my feet since the time I've came in. You do not anoint my head with oil. But this woman has anointed my feet with fragrant oil. Therefore, I say to you, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much. To whom little is forgiven, the same loves little. Then he said to her, Your sins are forgiven. And those who sat at the table with him began to say to themselves, Who is this who even forgives sins? Then he said to this woman, Your faith has saved you. Go in peace. Praise our living God. Dear brothers and sisters, Jesus had an opportunity and he had the power to just leave this ministry. But he doesn't. And then we read in this passage about a man, Simon. Again, I'd like to make a point on this. A man who knew the scriptures. A man who knew the law. A man who knew the law. Which is like you and me. It's like me and I. And what he does. Let's read this together. Let's read this together. He had an opportunity to do something for Jesus. Yes, he invited him into his house. Yes, he invited him into his house. But let's see what happens here. Let's see what happens here. And let's check into our lives. Let's check into our hearts and see which one are we. How are we inviting Jesus into our lives? Having him in our hearts and in our lives? We have invited him. Most of us here have accepted and been serving Jesus almost in your entire lives. and here are the opportunities that are before us. And this is the opportunity that is before us. We have these opportunities. We have these opportunities. Jesus says this I entered your house you gave me no water. Jesus says this I came to your house and you gave me no water. You gave me no kiss. You gave me no kiss. You did not annoy my head with oil. What does he do during this time? This person this person could be you and me. He's sitting there looking at this woman the woman who has realized who Jesus is by knowing what he can do how good he is and she does from what she believed and what she knew she could do. and we see this man who is just sitting there and just judging and just going up and down dear brothers and sisters dear brothers and sisters God has given us this opportunity he has given us these opportunities today he did everything from his side that he could he could have turned back and like we read he could have just called down these angels but he doesn't do it for you and me and I know I've said this so many times already but that is the point today he did not give up on you do not give up on him he loves you and he and he has given you these opportunities today and maybe when you go back to work Monday during this week don't be like this Pharisee do not be like this man and it is so easy for us as believers just to start getting to these positions just sit there and watch and just pick out people and say oh this is that's why this is happening to him or this is why this is going on and we're missing out on the chances the chances that God has given us today to humble ourselves and to come up to that person and to ask for forgiveness or to do something as washing the feet or doing something else you have an opportunity to do what Simon did or to do what this woman does the choices behind you and we see what Jesus answer is to her at the end of this at the end of the story verse 50 then he said to the woman your faith has saved you go in peace praise the Lord today you and I can leave this place in peace today you can have you can be saved today you have the opportunity to partake in this amazing amazing service that we have here in this place it's not something that the brothers thought of it's not something that the brothers thought of it is a commandment by Jesus himself and he wants you to partake in it and if you could today if you could if you could what would you do what would this be make it in your heart God sees your heart God knows your heart and he is going to and he will bring this peace and he will bring this joy into your heart I know sometimes you could say andre or brothers you don't understand the situation that I'm in you don't understand the pain or the anger that this somebody caused me I don't I don't if there's anything bigger than what Jesus did for you and me he died for you and me he took these spits he took these lashings that you can have this joy that you may have this peace in your life so what is this what can be bigger than that if there is you here tonight this morning brother or sister God has given us this opportunity we're going to be praying right now and we can bring this before God to a God who there is nothing that's impossible yes he died for us but he also rose from the dead amen and that is so amazing and he is next to you right now he wants to hear you out let's come to our knees and bring him before him everything that we have amen to you 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 Ты для меня, для меня спаситель принял Колговский крест. Хвала Тебе, Мамой Искупитель, Хвала Тебе и честь. Ты для меня спаситель, Слышавшись я в стях был, Слепым Ты был водителем. Для бедных мира жил, Ты для меня, для меня спаситель принял Колговский крест. Хвала Тебе, Мамой Искупитель, Хвала Тебе и честь. Спаситель красотою, Любви Твоей принял. Я жить хочу с Тобою, Тобою я спасен. Ты для меня, для меня спаситель принял Колговский крест. Хвала Тебе, Мамой Искупитель, Хвала Тебе и честь. Тебе, Мамой Искупитель, Хвала Тебе и честь. Тебе, Мамой Искупитель, Хвала Тебе и честь. Хвала Тебе, Мамой Искупитель, Хвала Тебе и честь. С Тебе лишь петь хочу я, Всегда во всякий мир. Тебе принадлежу я, Я весь в руках Твоих. Ты для меня, для меня спаситель принял Колговский крест. Хвала Тебе, Мамой Искупитель, Хвала Тебе и честь. 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 А пусть будет воля Твоя, Когда пришли Иисусом, Дядь, Когда три утра Пришел предать. Вот предается, Вот предается, Вот предается, Кровь невинная. За людей, за людей, Убер, Сын Божий, на кресте. Убер, Сын Божий, на кресте. Убер, Сын Божий, на кресте. Вот предается, Вот предается, Вот предается, Кровь невинная. За людей, за людей. Убер, Сын Божий, на кресте. 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 Вот Божий, Сын, лед, кровь свою, На Голгофе, на Голгофе, Там душу искупил мою, На Голгофе, на Голгофе, Но я противился еще. Иисус сказал, свершилось все, И в жизни утро началось. На Голгофе, на Голгофе, На Голгофе, на Голгофе, Но если б каждый поспешил На Голгофе, на Голгофе, И бремя тяжкое сложил На Голгофе, 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 Так им кто зашел на Голгофу, на Голгофу. Хотел бы я всем рассказать о Голгофе, о Голгофе, Чтоб каждый мог всю правду знать о Голгофе, о Голгофе. О, Церковь Божия, вставай и в мире всем провозглашай, И никогда не умолкай, о Голгофе, о Голгофе. О, Церковь Божия, вставай и в мире всем провозглашай, И никогда не умолкай, о Голгофе, о Голгофе. Лучше не придумаешь, братья и сестры, как все то, что делает наш Господь. Предыдущим проповедникам было заострено мое и ваше внимание на том, что каждый из нас частенько употребляет это слово. О, если бы я мог, я бы обязательно тебе помог. И нас привели к тому и к молитве, чтобы Бог видел меня и каждого присутствующего на этом месте и смотрящих нас в интернете, что на самом деле этот Бог, который сидит сегодня одесную Отца, имя Ему Иисус, Он знает твое и мое сердце, Он снабдил тебя и меня всеми возможностями, чтобы делать нечто. Пусть не возливать такое драгоценное мира, как это делали некоторые, годовую свою зарплату на тело Иисуса Христа, мой брат и сестра, но тем, которые называются Его детьми, Господь подвел итог. Я могу это сделать. И только что эти поющие говорили моему и вашему сердцу, чтобы мы не забыли возвещать о Голгофе всем, всем, кто нас окружает, всем, где есть эта необходимость. А сейчас, как никогда, это и необходимость и есть. Пусть Господь благословит, в первую очередь, тех, которые нас поощряли к этому. Дорогие сестры, благослови Господь! Благослови Господь! Вы владеете прекрасно английским языком. Вы некоторые, а может и больше, в большем количестве работаете, тоже и на рабочих местах. Вас окружают люди. Возвещать о имени Господа Иисуса Христа наша задача. Я думаю, вы слышали этот пример, что за одного солдата, который пришел, будучи христианином, и пришел с армии, и его спрашивают в церкви, ну как, брат, как служилось? Ой, слава Богу! За два года не узнали, что я христианин. Не издевались надо мною. И так далее. Насколько позорно будет, когда перед всем миром, перед всеми живущими, я и ты, мой брат, сестра, станем перед лицом того, который будет судить. Одних за то, что не сказали никому, а другим будет давать венцы, награды, и говорить, хорошо, верный и добрый раб. Эти служения, которые мы совершаем каждый месяц, они именно нас укрепляют на то, чтобы нам говорить говорить о распятом Иисусе Христе. Одно дело, когда мы друг друга сейчас увещеваем, насколько серьезно надо подходить к этому хлебопреломлению. И другое дело, когда мы после нашего служения, где бы не были мы, есть возможность сказать об Иисусе Христе каждому человеку. Это задача всех нас. Читаю из книги Исход 12 главы из 3 стиха. Господь повелевает Моисею сказать эту народу. И говорит так, скажите всему обществу израильтян, в 10-й день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислите на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его из овец или из коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня этого месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмет от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь испеченное на огне с пресноками с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Нечто подобное я считаю, что это был прообраз того, что сегодня мы совершаем. Поэтому я хотел бы обратиться к вам, братья и сестры. Было бы благословением для той семьи, которая знала, или тех семейств, которые знали благословением и прошел бы ангел-губитель мимо ихнего дома, если бы не что-то не исполнили из всего, что им заповедал Моисей, а он принял от Господа это. К примеру, они не десятого числа взяли Агнца, а одиннадцатого числа или двенадцатого числа, или же было бы ли исполнилось Писание, защита Господня была бы над этим домом, если бы они решили, зачем нам жарить на огне, когда мы любим, наше семейство любит кушать Агнца вареным, была бы защита или нет? Нет. Однозначно. Нет, конечно, что-то происходило в обществе Израиля, когда этот однолетний Агнец был отлучен на целых четыре дня. Кто держал животное, вы знаете, что значит оставить теленка без, не выпустив, он заболел, не выпустив его из стада. как он ведет себя, как он метается, это о чем-то говорило этому семейству, что этот Агнец, который сейчас так неспокойно ведет себя, потому что отлучен от мамы, он предназначен для особенного дня. Через четыре дня мы его заколем. Мы возьмем этот исоп, типа венечка такого, умакнем в эту кровь этого Агнца и помажем перекладину, и помажем косяки нашего дома. И обязательно только вечером. Дорогая церковь, дорогая молодежь, нечто совершалось и с нашим Агнцем, имя которому Иисус Христос. Да, вы правильно говорите, что мы смерть Господню возвещаем, когда мы принимаем ломимое тело и пролитую кровь Господа Иисуса Христа. Да, это правда, так говорит Писание. Но есть нечто глубже. Каждый израильтянин, он трепетал в ожидании этого вечера, этой ночи. Их дети видели это, что папа брал этот венечек, мукал в кровь Агнца и почему-то такого никогда не делал. А сегодня он это делал. И мне кажется, что особенно, особенно за этими действиями наблюдали первенцы в этих домах. Они спрашивали, подходили, потому что четыре дня. они знали, что сказал Господь Моисею. Они знали, что совершится через четыре дня в ту ночь. И они спрашивали, папа, папа, уже солнышко садится. Папа, ты помажешь косяки, папа? Их сердечко этих первенцев, я не знаю, какие они были, но там были и большие первенцы. Может, уже у них что-то было свое? Уже не знаю, но представьте себе, от этого зависела жизнь всех первенцев в то время. И единственное послушание нужно было всего общества израильского исполнить в точности, как Бог заповедал им. Заколоть агнца по семействам или на одно семейство и кровью помазать по всякой перекладину и ангел-губитель пройдет мимо дома, которым увидит именно такое знамение. Не оставляйте до утра, остальное сожгите. Никому не хотелось выглядывать из дома в эту ночь. Все в страхе и трепете находились, пройдет ли или не пройдет ангел-губитель, но напрасно. Страшились и трепетали напрасно по той причине, что были помазаны косяки. Знамение для ангела-губителя было это кровь, кровь этого агнца. второе, что мне хочется братья и сестры сейчас, почему, как я сказал в начале, для меня это аналогия, для меня это как бы символ того, вот, что совершалось через тысячи лет, через тысячу лет, дорогие братья и сестры с нашим дорогим агнцем, которого Отец Небесный отдал в Твое и Мое умилостивление. И об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна из 6 главы 51 стиха будем читать. Христос говорит это слова агнца. Он Сам говорит о Себе такие слова Я хлеб живой сшедший с небес ядущий хлеб этот будет жить вовек хлеб же который я дам есть плоть моя которую я отдам за жизнь мира тогда иудеи стали спорить между собою говоря как это он может дать нам есть плоть свою Иисус же сказал им истинно истинно говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и не пить крови его то не будете иметь всего в себе жизни я становлюсь на этом месте дорогие братья и сестры прежде чем эта святыня придет перед твои и мои глаза я бы хотел чтобы вы уже порассуждали не только смерть господню возвещаете но смотрите истинно истинно говорю вам если не будете есть крови сына человеческого и не пить плоти сына человеческого и не пить крови его то не будете иметь в себе жизни то не будете иметь в себе жизни это значит если ты сегодня я обращаюсь особенно к тем кто сегодня не с нами здесь ты нашел или ты нашла себе причину чтобы лишиться этой подлинной жизни это равносильно что это ты себя хотя бы на один день лишил пищи хлеба или питья как ты себя чувствуешь мой брат и сестра все которые пребываете в постах и молитвах при лице господа иисуса спасителя вы прекрасно знаете что первый день очень тяжелый поста второй день еще очень еще тяжелее третий день еще тяжелее и затем последующие десятый пятнадцатый двадцатый день намного легче происходит это но три первых дня они очень тяжелые поэтому почему я говорю этот пример по той причине что кто-то из среди нас может относиться небрежно к этой святыне небрежность заключается в том что посчитали поссорилась с мужем и не поеду на служение мира нету в сердце а совесть то говорит что это ненормальное состояние это ненормальное состояние легче решить его и мир придет в сердце и дерзновение протянуть руку к ломимому телу и пролитой крови господа и Иисуса Христа всего-навсего скажи прости родненький прости муж дорогой или жена или еще кто-нибудь и не лишай себя не лишай себя это не три дня быть в посте эту святыню мы совершаем раз в месяц не лишай себя жизни имеет жизнь в себе говорит Господь через свое слово читаем дальше ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную и я воскрешу его последний день ибо плоть моя истинно есть пища и кровь моя истинно есть питье ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем слава нашему Господу братья и сестры во какие обетования сокрыты вот какое благословение сокрыто он пребывает в тебе я не знаю каким образом он ходит но всякий раз когда я и ты мой брат и сестра преподносим берем этот сосуд с вином или простите с его пролитой кровью после нашей молитвы мы будем называть потому что так Господь сказал задержи его в твоем взгляде посмотри мой брат и сестра и испей как его пролитую кровь и невидимым образом как на тех домах израильтян которых были помазаны косяки и перекладины придет эта жизнь этот ангел или эти ангелы наши ангелы которые окружают святых его всех боящихся Писание говорит они когда дьявол что-то будет на тебя или на меня клеветать они пройдут мимо тебя мой брат и сестра потому что ты дал возможность чтобы его кровь она помазала тебя всего не только твою внутренность но всего тебя и меня наши ангелы считаются с его причистую кровью поэтому поэтому во имя Господа Иисуса Христа дети Божьи никогда не лишайте себя решайте все вопросы дох либо преломления но не лишайте себя этой великой святыни она намного больше да простит меня Господь если я унижаю ту кровь того агнца которого заколали евреи в ту ночь или не вечером она для них была на то время таковой но кровь агнца с большой буквы тот агнец был животное тот агнец был с маленькой буквы и так могущественно действовал что все египтяне первенцы из скота из людей погибли а евреи кто повиновался Господу они были ограждены ангел губитель прошел мимо кровь Господа нашего Иисуса Христа эта заповедь она будет влиять на твою и мою жизнь брат и сестра слава нашему Иисусу он сегодня и вчера и во веки тот же наш Господь Иисус и он больше того агнца которого заколал Израиль да поможет и благословит всех нас Господь весьма серьезно весьма серьезно относиться к этому не беседуя с друг с другом когда к тебе приносит нас служитель эту святыню не думая о чем-то таком земном а думай о его ломимом теле а думай о его пролитой крови святой и гарантия сто процентов гарантия что жизни Христова войдет внутрь тебя сила на исцеление войдет внутрь тебя благословения будут охраной и оградой дома твоего мой брат и сестра церковь да скажет аминь будет потому что здесь больше может быть ты думаешь мысли тебе приходят да не такие были сосуды тогда у Израиля когда они заколали не важно куда они собирали эту кровь не важно в какой сосуд важно было важность заключалась в крови аминца и в повиновении помазать помазать брат мои сестра не важно что и в каких позолоченных или не сосудах это совершать не важно это носители важно что в них важно то о чем Иоанн если вы читаете эту главу вы не найдете совершенно ничего никакого намека на сосуды содержащие эту святыню Господню важность как я буду участвовать достойно ли с благодарностью размышляю ли я что ради меня Он отдал себя чтобы кровь с него лилась Он отдал себя этим бьющим чтобы терзали его и отдал себя на это истязание чтобы я и ты сегодня были помазаны были помазаны да коснется Дух Святой тех кто сегодня смотрит наше служение а уже давно перестали быть членами церкви кто-то по причине войны кто-то по причине войны в церкви их обидели и они убежали в другую и совершенно без участия да явит Господь свою милость и к вам и да обратитесь к Господу и служите и прославляйте Его святое чудное имя и не лишайте себя этой охраны этого благословения этой жизни во Христе Иисусе я бы хотел чтобы мы сейчас очень очень благовея выслушали слова нашего Господа Иисуса Христа которые конкретно касаются этой святыни которая записанная в Евангелии от Матфея 26 главы 26 стихом и когда они ели да ту же самую Пасху они ели ученики которую Иисус Моисей получил от самого Бога они ели ту самую Пасху но Иисус делает нечто Он встает и совершает и говорит слова которые для них совсем непонятны были мы сегодня знаем что это правда потому что много веков эта святыня совершается и когда они ели Иисус взял хлеб и благословил преломил и раздавая ученикам сказал примите едите сие тело мое по примеру Господа нашего Иисуса Христа мы будем тоже делать то что делал наш Господь Иисус Христос Христос